В парке культуры, спорта и отдыха ребята из 15 детских домов Подмосковья. Выйти на лыжный старт имени Героя России, пятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной особенно почетно. Поддержали состязания областное правительство, районное руководство и олимпийские чемпионы. У нас здесь очень хорошая лыжня, дикий лес, отличная атмосфера. Уверен, что сегодня вы и приобретете еще дополнительное здоровье, и подпитаетесь положительной энергетикой, и получите массу позитивных впечатлений. Непосредственно в забеге примут участие 98 ребят, которые приехали сюда все с лыжами. Каждый будет болеть, соответственно, за свою команду. Это новая традиция, которая сегодня родилась на Одинцовской земле. И это традиция в поддержку здорового образа жизни, это традиция в поддержку воспитания у наших детей, уважительного отношения к спортсменам. И это поддержка нашим участникам, которые сегодня представляют Российскую Федерацию на Олимпиаде. Перед выходом на дистанцию разминка несколько физкультурно-оздоровительных упражнений от Ларисы Лазутиной и лыжники готовы к старту. Олимпийская чемпионка, член фракции «Единой России» вместе с ребятами и министром образования Мариной Захаровой выходит на дистанцию в 600 метров. Мы хотим их поддержать, мы хотим, чтобы они здесь получили такой заряд бодрости, энергии и такого, знаете, хорошего настроения. И самое главное, вот этот вот дух борьбы, вот это мы и хотим. Поддержать их и развивать еще и в дальнейшем. А то, что если будет спартакиада ежегодно, это же прекрасно. Одну из первых финиширует Катерина из подмосковного Домодедова. Местный детский дом выставил на состязание семерых ребят, которые усиленно готовились к спартакиаде. Когда мы их собирали, готовили к тому, что объявить о том, что они являются участниками первой спартакиады Ларисы Лазутиной, они, конечно, были очень рады. Но эта радость была еще неосознанная. Когда они узнали о жизни, о спортивной карьере Ларисы Лазутиной, многие девочки, в том числе и Катя, которая у нас сейчас заняла третье место, она сказала, что я буду как Лариса Лазутина. Итоги спартакиады подводились в личном и командном зачетах. Сборные, занявшие шесть призовых мест, это команда из Рузы, Мытич и Раменского района, получили именные кубки от Андрея Иванова, Герой России Ларисы Лазутины и министра образования Марины Захаровой. Кубком «За волю к победе» отметили Викторию Шаталову из Люберец, а также Тимофея Мохоткина из Ивантеевки. Самым быстрым лыжником стал Руслан Большаков. Если мы можем хоть маленькую частичку внести успеха и пользы для этих ребятишек, то это нужно делать обязательно, потому что в жизни все возможно. Примеров очень много разных. Сегодня ты на вершине, потом ты резко падаешь вниз, потом заново поднимаешься. И также у этих ребят, пускай где-то немножко не получилось, пускай где-то есть сложная ситуация, но из нее можно выйти и выйти победителем. Спартакиада имени Ларисы Лазутины для ребят из детских домов Подмосковья – первое начинание. Организаторы готовы закрепить соревнования в спортивном календаре и повторить через год.